Здравствуйте! С вами Лариса Силина. В эфире программа «Городская дума». После летних каникул депутаты городца вновь приступили к работе. Прошло первое заседание. Начали с обсуждения изменений в городской казне на этот год. Доходная часть увеличилась в основном за счет средств областного бюджета, направленных на ремонт и содержание автомобильных дорог, и составила более 140 миллионов рублей. Расходы порядка 150. Были утверждены изменения в муниципальном дорожном фонде городца. Теперь он более 30 миллионов. Почти в два раза больше, чем первоначальный. Что позволит городу в этом году максимально одеть улицы в новый асфальт. Часть средств из районного бюджета уйдет на щебенение дорог частного сектора. Напомню, в список, утвержденный депутатами, вошли 11 улиц, где должно появиться твердое дорожное покрытие. Обследование дорог депутаты совместно с представителями районной администрации проводили в апреле. В списке было 55 улиц. Одни по наказам избирателей, другие по отдельным жалобам жителей, третий, можно сказать, долги, которые тянутся с прошлых лет. Все дороги грунтовые и с началом весны бурным таянием снега превращаются в бездорожье. Если по баллам ставить, которые мы сегодня ставили, я думаю, по городу обстановка очень такая плащевная. И оценку можно поставить два. По всем дорогам прошли. Интересно то, что люди нас ждали и встречали. Выходили, выходили своими проблемами. Мы их записывали, мы делали предложения. Все предложения были учтены. И уже в августе началось щебенение. Жители улицы Тельмана каждую весну и осень заполняли огромные ямы старыми кирпичами, которые все равно потом уходили под воду. Теперь у них вдоль домов будет твердое дорожное покрытие. Для нас это очень значимое событие. Мы этого очень ждали. К нам, вы знаете, отнеслись все очень внимательно. В горсовет наш депутат Светлана Анатольевна. К нам выехала комиссия. Мы написали, конечно, ходатайство. От всей улицы подписали и молодые, и старые. К нам приехала комиссия. Комиссия посмотрела, что мы действительно улицы в ужасном состоянии, что мы тонем. Весна и осень в прямом смысле тонем. В общем, надеемся, что нам сделали песочную подушечку, двухслойную щебеночку, что мы все-таки приблизились к цивилизации. Щебенение дорог уже сделали и на других улицах, где обычно была непролазная грязь. Общая площадь ремонтируемых участков составит более 6 тысяч квадратных метров. На эти цели из районного бюджета выделено порядка 4 миллионов рублей. Что радует, что сейчас даже бюджет, расходная часть, начинается с муниципальной программы развития дорожного хозяйства. Стали обращать внимание на эту очень яркую проблему отсутствия дорог в частном секторе. Вот мой участок номер 8, там практически 18 улиц. И я могу только похвалиться, что одна дорога улицы Чернышевского, это та, которая с асфальтным покрытием. Остальные все грунтовые. И у большинства, конечно, депутатов очень большая проблема. Это хотя бы щебенение дорог с грунтовым покрытием. Потому что в осенний и весенний период становятся они не проезжие абсолютно. Люди ходят в резиновых сапогах, что, ну, недопустимо, в конце концов. Щебенение всех 11 дорог в частном секторе городца должно завершиться к 21 сентября. На следующий год эта работа также будет продолжена. На каких улицах появится твердое щебеночное покрытие, снова решит комиссия депутатов. Еще одна важная тема, которую обсуждали депутаты городца – подготовка города к зиме. Главный вопрос – финансовое положение предприятия «Тепловые сети», которое отвечает за тепло в квартирах городчан. В новый отопительный сезон оно входит с долгами перед поставщиками газа и электроэнергии – порядка 90 миллионов рублей. В свою очередь самим тепловым сетям различные физические и юридические лица должны за поставленный энергоресурс более 129 миллионов. Несмотря на то, что коммунальное предприятие уже почти завершило подготовку всех систем жизнеобеспечения к зиме, финансовые проблемы все же осложняют его работу. Прежде всего из-за того, что очень большая задолженность управляющей компанией. У нас их несколько. Общая сумма задолженность составляет около 55 миллионов. То есть это тоже сумма приличная. Если бы, конечно, этих долгов не было, то было бы гораздо проще. Но, тем не менее, несмотря на эту ситуацию, что сегодня мы гасим долг нашим электрикам и газовикам чуть, скажем, больше, чем текущие платежи. То есть гасим мы долги. Плохо то, что они нам еще выставляют плюсом пения. Это тоже почти большие деньги, 8 миллионов рублей, а это плюсом. И их нигде нет, ни в тарифах, нигде. То есть их приходится дополнительно платить. Это тоже с каждым годом наслаивается и довольно неприятная вещь. Ну, такая судебная практика. Предприятие сейчас реализует программу по финансовому оздоровлению и проводит работу с должниками, в том числе с управляющими компаниями. А чтобы погасить долги перед поставщиками энергоресурсов, тепловые сети воспользуются кредитными средствами. Еще один вопрос квартирный также не остался без внимания депутатов. В настоящее время в улучшении жилищных условий нуждается 609 семей-горачен. Именно столько состоит на учете в районном отделе жилищной политики. В Городецком районе действует несколько программ, благодаря которым жители получают новое жилье. В прошедшем году жилищные условия улучшили более 230 семей. В частности, 15 семей получили квартиры благодаря долевому участию в малоэтажном строительстве. 22 семьи работников бюджетной сферы смогли компенсировать платежи по ипотечным кредитам. 63 получили компенсацию процентной ставки по кредитам на приобретение жилья. А две семьи горачен стали новоселами благодаря программе, обеспеченной жильем молодых семей. Мы очень рады и счастливы, что получили свою квартиру. Мы жили в деревне Косково, в деревянном доме. Места не хватало. Нам подсказали, что есть такая программа «Молодая семья». Мы встали на очередь с 2007 года. Стояли каждый год, переносили документы, что появилось двое детей. И вот в 2017 году нам дали свою квартиру. Дали 860 тысяч бесплатно. Квартира стоила 3 миллиона. Мы взяли ипотеку, погасили материцы и капиталы. Мы вот этими деньгами. А остальное платим ипотеку. Теперь живем в новой квартире, где много места. Детям очень нравится. Перешли в новую школу. Еще 114 семей в прошлом году получили квартиры в новых домах в микрорайоне Галанина по региональной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Всего за 5 лет действия этой программы в Граце были сданы в эксплуатацию 12 многоквартирных домов. Наша съемочная группа в период их строительства вместе с представителями фонда содействия реформированию ЖКХ побывала у счастливчиков, получивших новое жилье. Новый микрорайон Галанина в городе Граце вырос буквально на глазах. За последнее время здесь появилось сразу несколько ярких трехэтажек, радующих глаз. Девять из них построены по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда. В одном уже успела обосноваться семья Елены Финагиной. Мама двоих сыновей новому жилью не нарадуется. Нам здесь нравится. Что нравится? Нам нравится индивидуальное топление. Во-первых, у нас тепло, мы не замерзаем. Расположение квартиры, комнаты. Площадь большая? Площадь такая же. По соседству с Еленой квартира Татьяны Клинковой. Раньше они тоже жили рядом, а теперь вместе разделили радость переезда. Очень все хорошо. Все новое, все чистое. Все очень хорошо, все нам нравится. У ребенка своя комната теперь есть. До этого не было? Не было. На днях радушные хозяйки принимали высоких гостей из Москвы. Представители фонда содействия и реформирования ЖКХ проверили, как на местах реализуется программа переселения граждан из аварийного фонда. У новоиспеченных жильцов интересовались всем. От качества выполнения строительных работ и размера квартплаты до инфраструктуры микрорайона. Зашла речь и о планах развития территории новостроек. Предусмотрено строительство здесь детского сада. Буквально не так давно мы понимали этот вопрос. И мы подготовили предложение по строительству в данном конкретном микрорайоне, потому что он получился очень компактный. И здесь очень много молодых семей, детей, поэтому мы планируем здесь также строить детский садик. В целом, как объемами, так и качеством выполненных работ гости остались довольны. И отметили, что по темпам расселения аварийного жилья Нижегородская область входит в число 15 лучших регионов России. А вот то, что мы сейчас здесь в городце смотрим, то это, по-моему, идеальный вариант. Таких у нас есть и в других регионах проектов. Потому что, во-первых, комплексная застройка, это все-таки несколько дешевле. Здесь же развита инфраструктура, недалеко школа, сейчас детский сад. Я думаю, спортивная площадка появится. Пол большой, да, построен. Вот, это вот идеальный вариант. Ну, спросить у жильцов нареканий практически нет. Активно в городце реализуется еще одна программа по обеспечению жильем детей-сирот. Кто-то из них уже справил новоселье, а вот у героини нашего следующего сюжета оно состоится вскоре. У дома номер 4 по улице Добра в городце во все идет благоустройство. Эта яркая новостройка расположилась по соседству с другими разноцветными домами в микрорайоне Галанина, которые своим оригинальным фасадом радуют глаз. Совсем недавно сюда начали заселяться и первые жильцы. Среди них Светлана Сухотеплова. Часть вещей хозяйка уже завезла в полученную квартиру, а сегодня знакомит с новым жильем своего питомца – кота Марса. В чистом подъезде еще пахнет побелкой, что не очень нравится четвероногому члену семьи. К новому жилью ему еще только предстоит привыкать. Новая квартира уже с чистовой отделкой. Есть просторный коридор и большая кухня с газовым котлом и плитой. Здесь Светлана уже поставила стол. На гарнитур, говорит, еще предстоит накопить. А вот в комнате уже красуется новый диван и шкаф. На стене вскоре появится телевизор. Конечно, как отмечает хозяйка, все это не дешевое удовольствие. Приходится экономить. Но зато теперь у нее собственные квадратные метры с мебелью. Комната как бы небольшая, но есть балкон. Пластиковые окна зимой будет тепло. Солнечная сторона, очень хорошо. И вид такой симпатичный довольно-таки. Ни домов, ничего нет. Все очень нравится, все очень здорово. Квартиру Светлана получила по программе обеспечения жильем детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. Этого события ждала два года. Для такой категории жителей тоже существует своя очередь. Последнее время снимала квартиру вместе со своим молодым человеком, который недавно сделал ей предложение руки и сердца. Свадьбу пока отложили. Много хлопот с переездом. Очень счастлива, конечно, потому что в нашем мире получить квартиру, да еще, считай, почти бесплатно, очень сложно. Потому что мы, считай, ничего не имеем и без ничего. И государство идет нам навстречу, помогает нам, поддерживает каким-то таким вот образом, не давая нам пропасть. Поэтому я очень счастлива. Спасибо всем, кто дал мне эту квартиру. Конечно, на дальнейшее будущее хотелось бы семью завести, не только кота. Думали о ребеночке, чтобы еще маленький бегал. А так через пять лет, может, жилье побольше будет. Вот накопим, купим. В прошедшем году новое жилье по такой же программе получили еще 16 человек. Квартиры приобретены за счет федерального и областного бюджетов на сумму более 18,5 миллионов рублей. Многие из них также будут жить в этом доме на улице Доброй, где их наверняка будут ждать только добрые и хорошие события. На сегодня это все. В следующей программе снова расскажем о главных темах очередного заседания Городской Думы Городца, одна из которых – новое название Старой улицы. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин